Берем турбонатставку с собой, главное найти такого же поворота вправо, то есть выход вправо есть влево, есть вправо, это зависит от мощности. Вот у нас сороковка, 150 подсоединение, сейчас главное найти такой же вентилятор, похожий по мощности и похожий по типоразмеру, чтобы мы смогли его приколхозить. Всем привет, ну что, рубрика Реальный ремонт, с вами Грамотный сантехник, будем ремонтировать котел Протерм сегодня, а именно турбонатставку в условиях санкций. Протерм с рынка ушел, что делать, если у вас заклинил вентилятор? Сейчас все покажу. Но вначале я хочу напомнить о том, что у меня есть сайт Грамотный сантехник, здесь вы можете задать вопрос онлайн, можете воспользоваться услугой онлайн консультация, либо грамотный проект, здесь посмотреть отзывы, мои работы, также посмотреть, у меня есть сервис котлов, мы ремонтируем котлы в Арамиле и Екатеринбурге, здесь на сайте можете все ознакомиться, это наш сервис, где я работаю, но это мой сервис в общем. Так, и есть рубрика полезный материал, я уже два года обучаю мастеров ремонту газовых котлов, например, практикум о заработке на котлах, котельный боблург до 150 тысяч рублей в месяц, здесь 34 видео урока, 25 текстовых уроков и база более 1000 ошибок котлов и различных ремонтов. Вы получаете, значит здесь полный комплекс обучения, сертификаты, также попадаете в секретный чат мастеров, в этом чате мы общаемся, то есть после обучения вы приходите на ремонт котла, не понимаете какую-то проблему, скидываете туда, там уже 30 с лишним мастеров, мы с вами эти все вопросы обсудим, отзывы здесь же можете посмотреть и заказать материал. И топовый материал, грамотный инженер, здесь полный комплекс обучения котла до тепла, то есть отопление, водоснабжение, котельное оборудование, в том числе котлы. Ну, собственно говоря, грамотный инженер должен знать все. Здесь тоже 34 видео урока, 25 текстовых, ну и плюсом идет полный комплекс по котлам, котельный боблург. Здесь также можете ознакомиться, также получаете сертификат, попадаете в чат мастеров, в общем здесь он подороже, но здесь два курса в одном, поэтому я считаю цена довольно оправдана. Все контакты вы видите на экране, можете в телеграм, если что мне написать, в телеграм, либо в ватсап, хочу там обучиться. Мы с вами обсудим все условия и все подробности. Ну что, первым делом нам надо с вами найти деталь, которую нужно приладить к старому корпусу турбонадставки. Именно такого вентилятора найти я не смог, обзвонил всех поставщиков. И если где-то даже есть отдельная турбонадставка, ее стоимость 25 тысяч рублей, а вентилятора отдельно такого нет. Будем колхозить. А из чего колхозить-то? Где взять деталь? Где взять деталь, которая, собственно говоря, подойдет хоть как-то, да, хоть как-то по размеру, хоть как-то по направлению. Ну есть такая компания Бойлер, упомяну про нее, расскажу. Значит, в Екатеринбурге она находится на Мельниково-3. Поедем туда. Подъехали в запчасти boilerpars.ru. Сейчас пойдем искать вентилятор. Ну, можете увидеть, по какой причине, собственно говоря, вышел из строя вентилятор. Ну, во-первых, время. Уже 11 лет. Во-вторых, ну, никто не обслуживал, как обычно, разбивают подшипник. Потом следом идет и сам двигатель. Вот сам бойлер. Запчасти для котлов. У них различные модели. Поэтому сейчас зайдем и найдем похожий. Итак, вот бойлер ЕКБ. Мельниково-3. Вот номер телефона. Если что, можете позвонить и у Вячеслава спросить, какой вентилятор вам подобрать. Ну, или вообще любую другую подобную деталь. Пожалуйста, можете заказывать, приезжать и забирать. Что очень удобно, мы по этому номеру, Вячеславу, скидываем в WhatsApp вентилятор, который у нас находится. Его мощность, маркировка в любом случае есть на вентиляторе. И он подбирает. У него в наличии оказался вентилятор от котла BUDERES O072 и BOSCH GAS 6000. Он подходящий по размеру. Он FIMOVский, точно такого же производителя, польский. Вот, соответственно, слава богу, нашлась замена. И поехали в мастерскую все это прилаживать. Ну что, дело за малым. Осталось нам, значит, снять этот вентилятор. Проводка останется все та же. Там просто переваяем ее на место. Так, здесь мы, самое главное, надо снять вот эту трубку и ее прикрутить, приколбасить на тот вентилятор. Этот вентилятор снять, просверлить также крепежи и все это дело прикрутить и собрать. Ну и установить, естественно. Так, вот у нас трубка ПИТО, которая опускается длинной частью вот сюда. То есть нам надо будет просверлить сейчас такое же отверстие и под нее и сделать крепеж на том вентиляторе. Ну и в первую очередь, естественно, его установить на посадочное место. Так, ну что, вон лопасти не задеваем, но достаточно близко к ним. Надеюсь, что у нас все сработает. Просверлились, трубку вставляем сейчас туда. И, собственно говоря, тяжело идет сейчас, надо это почистить фаску. Значит, вставим туда трубку, прикрутим ее и новый шланчик. Ну и, естественно, у нас есть клемма. Протестируем, чтобы главное замыкался при составе. Так, с трубкой ПИТО вроде решено. Осталось вот эти усы спилить, сточить. Возьмем высокотемпературный герметик. И на него, собственно говоря, уже сюда посадим, чтобы эти отверстия, если что, дымовые газы нам не выхлёстывали. Ну и надеюсь, что все получится. Далее мы болгаркой сточили усы, чтобы плоскость вентилятора легла спокойно на корпус турбонадставки. Соответственно, все это дело прикрутили и посадили на герметик. Обязательно, чтобы не было никаких щелей, ничего подобного, чтобы все было плотно. Потому что старый вентилятор устанавливался на прокладку, мы ее убрали. И посадили на герметик. Следующим этапом нужно проверить, чтобы наша трубка в янтуре, ну или ПИТО, как ее называют по-разному. На самом деле трубка ПИТО вроде как. На нее приходит давление. То есть при вращении вентилятора происходит затягивание воздуха. Ну и, соответственно, по трубке, которая силиконовая подходит к пресостату. Вы посмотрите видео про пресостат. У меня было отдельное, да, что это такое, как оно работает. И при затягивании мембрана должна замкнуть контакты. Таким образом, плата котла поймет, что у нас с вами вентилятор работает и с тягой все хорошо. Ну, чтобы перед заказчиком в лужу не сесть, значит, ставим на место эту штуковину. И вот на этих клеммах у нас с вами должно произойти замыкание. Берем тестер, на прозвонку ставим его. Замыкается. Отлично. Сейчас запустим вентилятор и прозвоним, будет ли у нас замыкание. Поехали. Вентилятор запущен. Да, я и так слышу, что замыкание идет. Замыкание есть. Убираем. Замыкание есть. Выключаем вентилятор. Происходит обратно размыкание контактов. И у нас уже ничего нет. Вот и все, собственно говоря. Тяга создана. Вот и весь импорт замещен. Вот и все, точнее, импортозамещение. Итак, значит, все контакты зачищены. Теперь вентилятор у нас сидит на герметике высокотемпературном. Все у нас отлично. Главное, чтобы на лопасти не попадало. Но у нас все свободно крутится. Все, собственно говоря, как говорится, как у Аннушки. В общем, все. Теперь все приделали. Осталось только ехать на объект. И все это установить. И обрадовать заказчика, что ему не придется делать. Дымоход нужно всего лишь было вызвать сервис котлов. Единственный момент я не учел, что у нас здесь 60-й выход. А вот здесь 55. Вот это вот переход 60 на 80. Потому что там ставится на турбонадставку вот такой вот переход. Вот так вот одевается. И дальше уже вот так вставляются трубы 80-го диаметра для выхлопа. Ну, сейчас будем городить переход. Переход будем городить из 60-го алюминиевого кольца. Разрежем его вдоль. Вставим, значит, вовнутрь. Сделаем таки 55-й переход сюда. Чтобы вот на это расстояние у нас вставлено было вот это кольцо для жесткости. И потом вот этот переход используем, вставив его сюда. Все это замажем герметиком. И все это, когда высохнет, будет жестче и лучше даже, чем заводское. Ну что, вот мы пропилили кольцо. Сейчас оно у нас вот так согнется. И без проблем уже вставится. Главное это все промазать герметиком. И с двух сторон закрепить именно на стыке, прямо саморезами. Чтобы все было плотно и четко. Ну что, все готово. Замазали конкретно так на герметоз. Сразу сделали переход. Ну и вот так это все выглядит для жесткости добавленного внутрь алюминия. Герметика прикручена хорошенько. Все на силиконе. Все точнее на герметике и высокотемпературном. Это все дело высохнет. И все будет работать не хуже, чем раньше. Ну что, все. Едем все это дело теперь устанавливать. Так, ну вот он наш котел. Собственно говоря, сейчас на обратную схему все собираем. Ставим на место кусок трубы. И вперед. Ну что, с Богом. Значит, все собрали. Поехали. Вентилятор запустился. Уже и розжиг пошел, а газ не открыт. Отлично все. Отлично котел заработал. Все как положено. Горит вентилятор, тянет. Фу. Слава Богу. Целый день, конечно, но самое главное, что результат налицо, как говорится. Ну что, полмесяца котел уже работает успешно. Перед тем, как объект уже сдать заказчику, то есть я проверил все на утечке, проверил, нет ли у нас утечек выхлопа, хватает ли мощности вентилятора. Оказывается, что хватает, никаких утечек нету, просто понимаете, есть такой момент, что вы можете поставить вентилятор на 25 ватт, и он будет не хватать, чтобы все дымовые газы вытянуть. Этот же вентилятор по мощности подходящий абсолютно. Даже на 1 ватт мощнее, поэтому выхлоп идет стандартно, все четко, никаких проблем не возникает. Так что, надеюсь, этот ролик был для вас полезен, надеюсь, я был для вас полезен. С вами был Дмитрий Пожьянов, он же Грамотный Сантехник. Всем отличнейшего, хорошего вечерочка, денечка. Всем огромнейшей удачи, счастья, здоровья, любви и до встречи. С вами был Дмитрий Пожьянов.